Всем привет, друзья! Сегодня я хочу рассказать вам об одной очень важной привычке. Мы много раз о ней говорили, вы тысячу раз о ней слышали, но сегодня я хочу немножечко подробнее вам ее разжевать. Очень часто задаете вопрос, где брать энергию, где брать мотивацию. Я всегда предлагаю найти главное решение, откуда все берется. Все берется от цели, от главной большой цели, от того, когда вы можете честно сказать себе, чего вы по-настоящему хотите. Такая цель это мощнейший поток энергии и заряда. И если сегодня у вас нету сил, если сегодня вам лень вставать, если сегодня вам лень что-то делать, то скорее всего это связано именно с тем, что вы не знаете, какая цель у вас есть. Очень часто нам кажется, что да, у меня есть цель, мы там тебе что-нибудь придумали, сказали, и да, это цель. Но опять-таки проходит время, и вы говорите, у меня какая-то слабая мотивация, ну где взять, ну как мне перегореть. И я каждый день вижу людей с потухшими глазами. И я отлично по себе знаю, что такое, когда твоя цель тебя зажигает, что такое, когда ты включаешься в нее, и как только ты начинаешь делать действия по отношению к ней, думая о ней, ты моментально включаешься. Для того, чтобы не быть голословной, я хочу привести вам очень простой пример. Я хочу, чтобы вы запомнили его, и чтобы всякий раз, когда вы задавали себе вопрос, истина ли моя цель, хочу ли я этого так сильно, вы вспоминали то, о чем я вам сейчас расскажу. Представьте себе, что вы находитесь на рельсах. Вы идете по рельсам и цепляетесь за них. Каким-то образом вы цепляетесь настолько сильно, что вы не можете вытащить свою ногу, что вы чувствуете, что вы не можете сдвинуться с этих рельс. И в это время навстречу вам идет поезд. Он идет на большой скорости, и вы точно знаете, что он не остановится, он вас не увидит. Темно. Это не то место, где есть другие люди. Скажите мне, насколько сильным будет ваше желание спастись? Будете ли вы в этот момент думать о том, хватает ли вам мотивации, стоит ли это делать, а может быть это не нужно? Конечно же нет. В тот момент, когда на вас будет мчать поезд, вы будете делать абсолютно все для того, чтобы спастись. И если понадобится, возможно, вы сломаете свою ногу, вы подумаете о том, чтобы там ее оставить, но ваше желание будет диким. Вам не нужно будет делать звонок другу, у вас не будет времени на то, чтобы подумать о том, а стоит ли мне совершать этот поступок или нет? Сильна ли сейчас моя мотивация или нет? Нет. Вы будете делать абсолютно все, чтобы спасти. Вас будет трясти, но вы будете прикладывать максимум усилий. То же самое касается и той истинной цели, которую вы для себя в жизни выбираете. Когда вы ее находите, у вас нет ни времени, ни желания, ни вообще мысли о том, чтобы думать, что у вас недостаточно мотивации, хочу ли это. Да, вы устаете, да, иногда вы хотите сорваться, да, иногда у вас есть моменты слабости, потому что вы живой человек. Но это бывает нечасто, потому что ваша цель настолько вас штырит и рвет, как тот самый поезд, который мчится. Для того, чтобы ваша цель была выполнима, любая цель разбивается на маленькие-маленькие-маленькие-маленькие запчасти и детали. Если вы хотя бы час времени уделите тому, чтобы расписать, а каким образом, что нужно сделать, каких знаний получить, с кем познакомиться, что нужно сделать, вообще из каких кирпичиков состоит эта цель, вам станет гораздо более понятно, что делать. Затем вы берете каждый кирпичик в отдельности и расписываете его в свой блокнот. Если вы будете делать это хотя бы каждую неделю, расписывая свой блокнот от и до и беря кирпичики не откуда-то оттуда, которые не имеют отношения к вашей цели, а непосредственно то, что касается вот вас, например, как в моей жизни, это сейчас ютуб, все абсолютные кирпичики связаны с ютубом. Тогда вы заполняете свой блокнотик, и у вас нет вопроса, что мне делать завтра. Просыпаясь и зная, что вам необходимо сделать, зная, что это ваша цель, у вас нет момента такого, а не остаться ли мне дома, а не заболеть ли мне, некогда болеть, черт побери, у меня полно дел, у меня есть главная цель, и я хочу, как от этого поезда, рваться, метаться, но однозначно спасти, а в данном случае достигнуть цели. Попробуйте хотя бы в течение недели помнить об этом, попробуйте написать все прямо сейчас и в конце концов начать действовать, не забывая об этом. И если вы сможете на этом сконцентрироваться, и если вы будете все время помнить о поезде, поверьте, ваша жизнь очень сильно изменится, и это произойдет быстро. Хорошего дня!